Пойдем дальше, да, к следующему блоку? Вот это у меня, как бы, я считаю, работ Мона Лиза, для меня она считается. Что я сам не понимаю, она улыбается, вот я тебя спрашиваю, или она грустит. И вот так вот она грустит, какая-то грустная. Здесь я подхожу, она улыбается. И вот так, туда смотри, отходи, 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 ага, вот так, видишь? И она непонятно, то улыбается, не то она это, грустит. Это все у меня, как бы, случайно получилось. И вот такая-то задумчивая, веселая и грустная в то же время королева. Вот. Здесь у меня выяснена такая работа. Что я делаю? Да, все мои работы я делаю из гранита и мрамора. И из туфа. Болнинского, и, в общем, армянского, дагестанского, грузинского туфа. Туфа использую здесь в работе. Здесь вот и гранит, и немножко, просто ради ощущения красоты и гармонии, я вот немножко вставляю смальту, цветные камни, смальту вставляю. В основном стараюсь работать, вот у меня гранит, вот этот черный гранит и белый мрамор. В основном так у меня сделаны все работы. Здесь у меня работа, деревенские мужчины и женщины, именно деревенские, как бы, фотографии висит, что они мечтают о дочке. Понятно. У них любовь, но они мечтают о дочке. И мне хотелось, как вот в деревне часто отвешивают фотографии артистов, кого-то писателей, из журналов. И вот мне такое вот ощущение здесь, как будто, ну, понимаешь, как будто они смотрят и мечтают о дочке. Еще любовь только, знаешь, у них первая любовь. Вот это моя бесконечная тема тоже, которую я делаю. Адам и Ева, даже одну ты-то, помнишь, преобладали? Продали, да, преобладали, да. Вот, это у меня Адам и Ева стремятся к журайскому дереву. Он с цветами, Адам, к ней как бы идет. Она с птицей, олицетворение природы, она сама из себя. Вот они как бы стремятся к журайскому дереву. Мы тогда сделали на объеме, видишь, ты сопротивлялся, а сейчас тоже сделал с объемом, ведь это хороший ход. Вот, ноги сделали с объемом вечно. Сейчас ты потом, я тебе покажу, ноги с объемом были. Вот эта работа у меня, я сделал тоже вот такой вот, как бы, пусть чаша сия минует меня. Это как бы Христос просил, чтобы чаша была, миновала меня, но в то же время это как бы будет так, как ты хочешь. Как мы знаем, что Христа многие избирают в виде рыбы. И вот Христос в чаше, как бы, все-таки, ту чашу, он, каждый человек должен спить сам, предназначенный ему судьбой. Вот эта чаша, рыба и чаша. Прекрасная мысль, прекрасная мысль. Да, ту, которая ему предназначена судьбой. И это вот вообще букет у меня, и так, как бы, простой букет. Но это я очень переживал, когда умер мой отец. И я очень переживал, конечно, это событие. И я сделал вот эта рука, вот эти вот рука, как пальцы. Как пальцы, да, как пальцы. Он писал руками. Я помню. Вот так вот у него рука, то есть там не то, что пять пальцев, шесть, что он прям двумя руками писал. И вот я сделал букет, посвященный Арону Фраимовичу, моему отцу, любимому. А это, как бы, створение вот моей любви, страсти и вот полета. Как вот она отталкивается, птица, она еще не летит. Смахнула крыльями, сейчас она оторвется и полетит. Но вот это мгновение полета, тоже, как он говорил. Арон Фраимович. Арон Фраимович говорил, свети всегда, свети всегда. Вот любил это створение Маяковского. Маяковского, да. Да, до дней последних донцев. И вот он открывал окно и взлет такой. Одно крыло – свет, другое – цвет, вот он говорил. Одно крыло – живопись, другое – там жизнь сама. Вот это вот любовь и страсть. То есть это две работы, как посвященные Арону. Художник, как поэт, отрывается от земли, от всего земного, бренного. Отрывается и вот взлет птицы. Вот. Ну, здесь очень много работы, ну, не знаю, ну, это такая, как бы, тоже счастье, работа, называется счастье, обнаженная женщина с чем-то. И природа такая цветная, полиптик тоже у меня здесь, животные, букеты. Ну, такое, в общем, сочетание красоты, пластики и природы. Вот. Это у меня...